Всем привет! Привет-привет! А стадион то, что надо! Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коробке. Играючи просто. Клоуна сделал из игрока обороны. Ну и здесь надо сказать, конечно, спасибо игроку обороны. Разрядил по полной программе. Отлично выбрал позицию. Свершил перехват. Как же легко-то мяч отдали на своей половине поля. А вот удар. И все теперь. Удар неточный. Нервы в узел и играть дальше. Игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Увы, это не будет. Несколько сантиметров и был бы мяч в ворота. А так Перекладина спасает. Вот это мы и называем плотностью игры. Похоже, передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Вверхом на Боми Янга. Просчитал он эту передачу и легко ее перехватил. Но неплохо игрок разобрался. Похоже, нарушение было, во всяком случае, арбитр Свиста. На опережение. Момент приема атаковал. Успел мяч сыграть. Все поправило. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. Хороший шанс до удара. Дистанция не имеет значения, потому что... Удар по воротам. Матарь выручает команду, но мяч отскакивает. И... Так, чтобы было хорошо. И вот на тебе. Вот момент. Удар по воротам. Удар по воротам. Удар по воротам. Похоже, атаку трудно будет остановить. Катится мяч, будто ожидая. Давайте, давайте, ребята, подбирайте меня. Угол, надо биту забивать. И вот угол поворотом. Угол, пир, пир! Три исполнись, что обречаем. Я пока не очень пойму, чей этот мяч. По-моему, пока он не чей. Есть в футболе правила, не забиваешь, ты в конце концов забьешь. Вот тайм второй нам и подскажет ответ на этот вопрос. Посмотрим, что будет. Осталось немного времени до начала второго тайма. В этом пока ничего не понятно. Продолжение следует... Возобновилась игра после перерыва. Эй, Март. Думаю, надо бит и забивать. Хороший момент! Прекрасный пас, отличный гол. Продавь Сорин. И обратим внимание, Грась, ведь побежал сразу. И это правильно, абсолютно. До того, сдавляет, отдашивает великолепную машину. Счет в отчетке только во втором тайме. Красная мяча. Ступают игроки в борьбу за мяч. Довольно жестко получается. И ротарь на месте. На месте. Это еще на каком? На нужном месте. На правильном. Не подстроил столу на игру. Под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае результат мы видим. Совсем-совсем не хочет. Проигрывал команда. Вполне изумно, что тренер ищет варианты. Вот один из них вот их нового игрока. И обратно. Спокойно. Без нервов. Без лишней помпы. Вратарь фиксирует. Ну и теперь достаточно трудно будет новую атаку сразу развить. Мяч-то далеко выберет. И бросает голкипер Эймарк. Горь. Деймарк. Ну а если не... Ну что-то делать технику, как говорят. А вот уже надо. Надо отмять. У ворота, у ворота. Он будет защипать. И это уже второй гол. Второй персональный гол. И все-таки не упал. Молодец какой. Не выключился из борьбы. Нарушают правила соперники Мерсесайских. Хотя дефицит голевой есть, но думаю, что задавить соперников планы не входит. Может быть, надеются на какой-то разовый шанс. А главное, обезопасить свою ворота. Ну, либо есть еще такой вариант, что хотел выпустить одного игрока на поле, но он нажал на тот, который выпустил его. Ну и вот результат борьбы. Мяч отобран на игрока и катится по газону. Мяч у Ливерпуля теперь. Удар по ворота. Мяч поглядя в верхнюю стойку, и игра продолжается. Правильно, что пил в борьбу. Вовремя мяч забрал. И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, что куда попало, но это и требовалось. И матч завершен. Это было ощущение, что куда попало. Да. Да.